Так, друзья, ну Аберон действительно тут вызывает много дискуссий и в чате Орел Кодес, и там мы проводили конференцию осенью, я доклад сделал специально вот, ну, так как я увидел эту аудиторию, не то, что там вы могли видеть с Аберон дня, осень и так далее. Вот, поэтому, если говорить о конкретных применениях, их масса там докладов была осенью, ну, как, ну, с точки зрения многих не очень нормальные люди его применяют, ну, применяют, это понятно, там, и встроенка, и инженерный софт и так далее. Я больше как раз хотел бы позиционировать эти технологии вот на поле языков, да, других, не только языков, технологий в целом. Вот, ну, поехали, собственно говоря, Аберон это не чистые языки, это некое семейство языков программирования, операционок, и в свое время операционки мигрировали на стандартные операционки, как бы в формат неких интегрированных сред разработки и выполнения, то, что называется Integrated Development and Execution Environments. Вот, и все это делалось в основном и продолжает делаться в Швейцарии, Цюрихский университет. Никлаус Вирт и Юр Гудкнигт это основные люди, которые это в свое время делали. Вот, и так кратко, если по направлениям, есть классический Аберон, это тот Аберон, язык, который сделан именно Никлаусом Виртом и его редакции авторские, так сказать. Они там есть 89-го, 2007-го, 13-го, 17-го, вот, а Project Аберон в целом, я чуть позднее скажу и операционной системе Аберон, но современные все реализации этого языка называют Аберон 0.7, потому что основной измененный стандарт Виртом был в 2007 году сделан. То есть много достаточно компиляторов, реализации делается, часть делается под профессиональные нужды, ну, например, есть такой товарищ Александр Ширяев, он программирует беспилотные самолеты в одном из, ну, как называют, ящиков, да, контор, которые там специально эти беспилотники делают. И у него свой компилятор под те платформы, которые нужны, ARM, MIPS там, по-моему, то есть это такой промышленный вариант. Ну и люди, многие сейчас все больше любят написать just for fun, потому что простой язык, посмотреть, как вот пройти цепочку от языка до трансляции в машинный код. Вот, есть там реализации, которые в Android, Аберон 0.7 в Android. Этот язык выполняет две функции. Во-первых, он хорошо выполняет роль замены C для микроконтроллеров, это раз. Во-вторых, он годится как ядро, на которое можно навешать под нужды вашего проекта какие-то языковые расширения, сделать диалект. В качестве прикладного языка, ну, для каких-то систем, там, инженерных, научных, веб тем более и так далее, Аберон 0.7 базовый, как бы, конечно, он слишком системный, слишком компактный. Вот, ну и тут вот формула указана, что особенность, ну, сверхкомпактный, там описание на 16 страницах, модульный, строго статически типизированный, безопасный, это означает, что вы не можете разрушить память, если не примените специальные изолированные средства прямого доступа в память с ориентацией на системное программирование. Есть необязательная сборка мусора, то есть ее можно включать, можно отключать, в микроконтроллерах, понятно, в жестком реальном времени она отключается. Вот, и важно, что Аберон именно, Вирт его сделал неким минимальным способом, объектно-ориентированным языком, но, как бы, вот методов в классическом понимании, вот статического такого ОП, там нет. Ну, всем понятно будет, например, JavaScript, да, вы на JavaScript можете прекрасно там строить объектно-ориентированной архитектуры, но вы лепите их руками, по сути, слепляя те, там, сигнатуры операции к тем типам, которые вам нужны, вы их там сначала инициализируете, потом там используете или прототипное ООП используете. У нас как бы JavaScript в этом плане ассемблер для ООП, ну и вот, хотя они очень далеки друг от друга, базовый Аберон как бы вот именно такой же подход использовал. Вот. Поехали дальше, соответственно. Основная вещь, ну и в рамках которой я лично работаю, и наша команда, сейчас у нас в паре вот для веб-проектов, там у нас в паре на фронтенде Dart, мы JavaScript потихонечку выкуриваем Dart, и на бэк-энде у нас, соответственно, блокбок компонентный Pascal. И вот эта ветка, она прошла через такой не очень заметный язык Оберон-2, в него ввели классическое ООП, ну как вы привыкли видеть в статических языках, там Java, C++ и так далее, то, что символоподобное ООП. Вот, в чистом виде почти не использовался, там с некоторыми исключениями, Oxford Оберон-2, у них там вот Оберон и, по-моему, LISP, как бы пара языков классические там учебные в Оксфорде. Компонентный Pascal, такое название, о котором идет много споров, в свое время вот компания, которая выпустила этот продукт, она выбрала название, чтобы, ну как бы, зачем-то притянуться к Pascal, показать наследование от Pascal, ну это неудачное маркетинговое название, ну все понимают. До сих пор вызывает путаницу, сейчас, когда продукт уже комьюнити, а не там корпорации Оберон-Микросистемс, вот идет речь о том, чтобы переименовать, дать какое-то название, там, Оберон-2 и так далее. И реализация, это вот эта вот среда, как бы, интегрированная особых свойств, такая Blackbox. Вот, ее много сейчас комьюнити-версий, чуть позже о ней там отдельно расскажу. Вторую ветку есть для .NET и GVM, австралийский университет там один, но она не развивается сейчас. Вот, и, собственно говоря, третья ветка, это активные Обероны, операционная система А-2. Это вот более молодой коллега Вирте Гудкнехт, он создал диалект Оберона, ориентированный на многопроцессорность. То есть, когда это создавалось, в 97-м году впервые, тогда только вот входили многоядерные архитектуры, и был разработан способ, как хорошо утилизовать многоядерность, когда каждый объект там живет активной жизнью своей, очень эффективная синхронизация, там, ну, как бы сотни тысяч активных объектов могут существовать, если вы используете саму эту операционную систему. Потому что на Windows и на Unix вы не можете там больше 10 тысяч, в общем-то, создавать потоков, там начинаются пробуксовки потом. Мягкое реальное время, есть варианты для работы поверх Windows и Linux. Ну, у них там в Швейцарии какие-то применения есть, свои там встраиваемые мультимедиа некоторые, дашборды какие-то. Вот, и они как полигоновые используют, у них там аспиранты массу диссертаций все время защищают, то одно, то другое, то математические какие-то реализации для расчетов, то там для адронного коллайдера, то одно, то другое. Короче говоря, вот такие тенденции. Но они слишком бурные, то есть, если компонентный Pascal Blackbox, там несколько команд, которые сами на нем работают и меняют вяло, потому что, ну, когда ты проекты ведешь, ты не очень сильно меняешь саму среду и язык уж тем более. Язык никто не меняет пока, хотя назревают изменения. А это тут бурлит, там не отследишь, чего там очередные аспиранты в Швейцарии наменяли. Вот, и надо отметить, что операционки сразу надо сказать, особенно с операционкой Беронской, это работа в едином адресном пространстве, то есть концепция, что безопасный язык защищаете языковыми средствами. Ну, конечно, там эти мечты были в 90-х, что можно уйти от изолированных процессов. Я, как бы, считаю, что провалилась эта концепция, в принципе, во всех технологиях, потому что все равно надежность должна аппаратной изоляции обеспечиваться. Но ряд систем, когда вы используете замкнутую серверную систему, или некую встраиваемую систему, или даже тонкий клиент на десктопе, то why not, да, как бы, это обеспечивает легкость быстродействия, потому что нет переключения контекстов вот этих. Когда в любой классической операционной системе у вас идет системный вызов из пользовательского режима в режим ядра, там переключение контекстов, это, ну, там, если не совру, порядка сотни операций процессора, все это вот, как бы. У них также в Active Aberdee достаточно неплохие компиляторы под разные платформы с базовыми оптимизациями. И отдельная ветка исследовательской системы из такой товарища Евгений Зуев, это человек, написавший грамматику C++, впервые создатель Интерстрон C++, который в России используется как основной там в оборонке и на Эльбрусах и так далее. И он вот в Тюрихе там пытался раскрутить эту тему, делали с Microsoft Research там языки Active Aberdee.net, язык Zanon, там он делал интересные эксперименты по параллелизму, когда обмен сообщений, параллелизм на основе обмена сообщениями, прямо в языке вы протоколы описываете грамматикой. Ну, и компилятор это проверяет, и рантайм проверяет. Потом они еще там поэкспериментировали с этими системами. И вот Microsoft, в частности, делала операционка Singularity, которую они потом выложили для некоммерческого использования. Очень интересный и крупный проект был, это было, получается, где-то в 10-м году. Они как раз вот этот весь швейцарский опыт туда там всунули, поэкспериментировали. Наверное, не в 10-м, раньше, потому что это Singularity был до ядра Windows 7. А в Windows 7 они потом вот много чего вхреначили. Общался когда с их там вот есть так называемый архитектурный евангелист Владислав Шершульский. Такая у них должность интересная. Он как бы рассказывал, что у них в ядре давно там не обычный C, у них достаточно много верифицируемого кода, математических моделей, некий урезанный C-sharp, соответственно, то есть типизированный безопасный язык уже. И, собственно говоря, я эти 4 ветки очертил. Классический оберон, активный оберон, компонентный Pascal и Blackbox, на котором в основном и работает сообщество в прикладных задачах. И там исследовательские проекты у них какие-то есть и в Цюрихе были, и в МС-ресеч. И вот я бы хотел место показать вообще, ну какая-то технология занимает. Обероны вписаны и в то, ну что они, как бы сказать, и в прошлое, какой опыт они обобщили, и в будущее, что на их базе возникло там кратко. Потому что те же Ява и C-sharp возникали на модели оберонов. Вот, и Google Go тем более, там как бы. У Go основной родоначальник оберонов. И, кстати, Go это такая хорошая мина в некотором смысле под оберон, потому что для части задач сложно ответить, чем оберон действительно лучше Go. Ну, мы отвечаем определенным образом там для себя. Но вот, как бы может, ну с одной стороны радость, наконец-то там сколько лет спустя, там победил подход обероновский, но там победил в реализации Google в мейнстриме. Ну ладно, соответственно, когда оберон возник, это 84-89 год, язык операционка Вирта, что было на дворе? А на дворе было то, что в крупных системах... А нет лазерной указочки или есть она где? Вот она, да? Вот. В 80-х годах в крупных системах победили высокоуровневые языки на самом деле. То есть безопасные нельзя называть, потому что там с автоматическим управлением памяти еще не было. Ну языки с качественной системой типов, высокоуровневые и так далее. Это модула 2, та же Виртовская 80-го года, Ада, там в Советском Союзе L76, IBM S400. Все крупные системы ответственные как бы писались на них. Вот. И оберон это семейство языков замкнул, то есть Вирт его отжал до 16 страниц и сказал, вот универсальный язык программирования, ядро, да, которое там все, что нужно, включает. Но это там, глядя назад, а глядя вперед, он туда добавил ООП, соответственно, расширение, которого в этих классических языках еще там, так или иначе, ну не было в явной форме. Там Ада получила ООП только в 95-м году. Хотя там очень много других интересных вещей. Вот. И если отследить вот эту хронологию, чуть назад забей, вот Виртов, это Виртовская колонка, это колонка универсальных языков, это колонка C, это колонка, так скажем, динамических языков. Такая очень условная карта. Вирт там делает в 70-х Паскаль, обобщая фортраны Алгол. И он действительно, вот я как и говорю, Паскальский подход, очень активный в системном программировании, в крупных системах применялся. В 80-м он делает модулы 2 вместе с компьютером и вместе с операционной системой. У него такой принцип был, любил Вирт всегда сделать и операционку, и это самое. Но параллельно есть ветка C, который был в условиях ограниченных ресурсов, на PDP-11 сделан, поэтому он такой некий, ну, с точки зрения высокоруних языков, можно сказать, ущербный. А любители C говорят, что он хороший, наоборот, потому что он не сильно далек от ассемблера, но переносимый. Типа, ну, все, что надо, есть, переносимость есть, но он такой вот близкий к машине. То есть, кто-то оценивает в плюс, кто-то в минус. Вот, и, соответственно, это некая ветка другая, которая дала в 90-е, за счет Microsoft распространился C++ массово. Вот, и, наконец, это все завершилось 2000-м тем, что из прикладных задач C и C++ ушел, потому что его вытеснил .NET и Java, да? Вот. Ну, и вот здесь вот этот Rubicon Oberon, Oberon обобщает эти вещи. Еще самое главное, он включает ООП, вот здесь есть такой интересный динамический язык, эти LISP и Smalltalk. Oberon включает их опыт, потому что Вирт делает на статически типизированном языке систему, которая как интерпретатор, то есть операционные системы и среды Oberon, они позволяют работать в некотором комфорте интерпретатора на компилируемом языке. Это была, ну, прорывная вещь, да и, в принципе, она и сейчас остается, потому что, ну, конечно, там вы скажете, я возьмем Eclipse, Eclipse там, он тоже как бы в некий такой вот, такая вот штука, такая а-ля интерпретируемая среда сверху. Ну, понимаете, смысл интерпретируемой вкладывает то, что она позволяет вот интерактивно лепить команды, которые через метапрограммирование там вызываются. Вот. Ну, и, соответственно, ниже таблички, я продолжу ее ниже, но надо сказать, что в 90-е устоялись для крупных систем объектно-ориентированной архитектуры. Там еще такая вещь была, как Комкорба, кто-то, наверное, помнит, которая, в общем-то, умерла. Но Ява и объектно-ориентированная интерпрайз архитектуры на Ява, они, в общем-то, были отработаны, и они дошли до некоторого состояния, вот эти интерпрайз архитектуры, что, собственно, там изобретать, в общем-то, сильно нечего, да? Все изобретения языковые более поздние, на мой взгляд, связаны с задачами, что возникли задачи крупных систем, как связывание сервисов, вы постоянно гоняете, обрабатываете разные вот эти потоки данных, сообщения между сервисами, база данных, и как бы поэтому скрипты-то и вышли как бы вперед. Вот. И как раз в 2000-х там вот есть в уголке победа динамических языков для веба. Так, все-таки надо двигаться вперед о том, сколько времени, Паш, там сейчас осталось. Не следит никто? Ну, хорошо. И здесь вот по этой табличке видны вот эти древнейшие холиворы еще, там, начиная с Фортрана, Алгола и Си и так далее, что высокоуровневый подход или низкоуровневый, то есть нужно ли для системного программирования повышать уровень относительно Си, статическая и динамическая типизация, ну, очень древние холиворы. Сегодня отдельно холиворы у системщиков, да? То есть вот идти ли путем высокоуровневых системных языков, тех классических модулов, два бюро надо или новых, там, ГО и РАСТ, да, там, или другая позиция, все хорошо носи, там, никто меня не ограничивает. Но проблема переполнения буфера и разрушения памяти, они дают эти вот массу киберуязвимости, если вы репорты посмотрите по железкам, по оборудованию, там, и контроллеры промышленные и так далее, постоянно в крупнейших продуктах, Сименс, Шнайдер и так далее. То есть никакие деньги не позволяют качественно вылизать код на небезопасном языке, потому что переполнение буфера, все, как бы, уже киберугроза. Вот, и отдельный холивар у прикладников, то есть что вот универсальные языки программирования, даже и там Ява, и Шарп слишком близки к машине, а зачем нам там быстродействие, даешь максимальной абстракции, синтаксический сахар. Ну, тоже нормальная логичная позиция, хочется в одну строчку уложить больше, естественно, функционал. Ну, вопрос, стоит ли платить цену жирного рантайма вниз и так далее. Насколько я знаю, Haskell, они годами не могли утечки памяти вылизать. Настолько сложный рантайм, да, для этого высокоуровневого языка, что все равно там у них текла все время память. Вылизать его не удавалось. Вот. Ну, а на мой взгляд, статическая типизация все же постепенно побеждает, потому что вот, ну, вместо скриптов тот же там Голанг идет для веб. Ну, и, наконец, интересная такая вещь, дарт. Дарт, гугл же публиковал в прошлом году его экономика, у них там миллионы строк уже на дарте написано. Они утверждают, ну, если мы им верим, что на 40% по экономике выигрывает фронт-энд разработка на дарте за счет того, что они затянули там типизацию очень сильно. При этом первый дарт, если кто-то давно его смотрел, в первом дарте они доделали более-менее мягкую типизацию, а во втором там они затянули ее по самой «не балуйся». Вот. И важный еще момент, что нужно понимать, что вот мы когда всегда говорим о применениях, у всех очень разные задачи. И вот при слове «крупная задача» разные вещи всплывают там, да. Тогда в контексте том, и сейчас это остается просто более таким узким программированием, что такое крупная задача, это преимущественно консолидированная система, где там много сотен тысяч модулей в одном адресном пространстве работают на самом деле. Под это делались те языки того поколения, как бы, и там Ада, там, из тяжелых, там та же Ада, L76 очень интересный язык, там был, Model 2 и Oberon, как бы. И этот класс задач никуда не уходит. Это вычислительное ПО, там, система моделирования, система управления и сложные настольные системы, инженерный софт-саппорт, да. Ну, понятно, то есть, получается, ну, большинство разработчиков, они от этого далеке, они говорят, я блендер никогда писать не буду, 3D Studio Max я никогда писать не буду, соответственно, другой класс языков выбирается под это. Ну, вот из новых разработок, система промышленного моделирования Mobotek, да, там на Blackbox они ее сделали, можно посмотреть Mobotek. NL очень такая мощная система, корпоративная, да. Вот, и, соответственно, там, если вы посмотрите Java Enterprise, у вас все равно там над базой данных некая толстая объектная языковая модель, все равно вот тот подход универсальных языков программирования, как бы он там работает. Я очень люблю Эванса предметно-ректированное проектирование, дом-н-драйвен дизайн, это книга, ну, я могу смело рекомендовать просто всем прочитать, там рассказывается, как строить сложный анализ, там, ну, бизнес-модель предметной области, именно вот в классическом ООП, и там никакого, собственно, синтсахара-то не надо, там классическая Ява, очень, как бы она работает, то есть вот этот прогресс там языковый, он в этих задачах особо и не стреляет, на мой взгляд, там нечего усовершенствовать. Вот, и, вот, собственно, только наоборот подстригать, Ява и .NET оказались слишком жирные, такие, поэтому возник там гугловский голанг. Вот, и, соответственно, вот если говорить ближе к Берону, он удовлетворяет всем требованиям универсального языка в том понимании, он закрывает задачи, начиная еще с фортрана, когда вам нужно эффективно транслировать машинный код, число-дробилки разные, многомерные массивы, размещать структуру на стеке, а не в динамической памяти, да, все равно любая математика, которую вы используете из питона, или в маткаде, или в матлабе, она написана внизу на чем, на си или на фортране, на этих либах, там нет другой альтернативы, то есть язык такого класса должен быть. У вас питон — это среда просто обращения к этим библиотекам, это клей на самом деле. Вы не можете на питоне там матрицы эффективно переумножать, не обращаясь к сишному рантайму ниже. Вот. Ну и, соответственно, статическая типизация, чтобы можно было описывать абстрактные типы данных для сложных проектов, она должна быть строгая, чтобы предотвращать ошибки, то есть позиция этого семейства языков. Модульность для управления сложностью должна быть развитой, она очень развита, например, в Аде можно ее посмотреть. Потому что, еще раз, это консолидированные системы, это делалось под системы, в которых тысячи модулей в одном адресном пространстве живут, например, там, да, они разделены по микросервисам и по уже сообщениям. То есть язык нацелен на рулежку этой всей сложности. Ну а в 90-х добавилось, что расширяемость и обобщенка через ООП и автоматическое или частично автоматическое управление памятью. Там сборщик мусора, хорошо, когда он отключаемый. Ну а оберон — это вот некая выжимка всего этого до миниатюрного базиса. Кто-то считает, что он слишком миниатюрен. Ну и, кстати, гору гают за то же самое. Часть разработчиков говорят, ну, там слишком бедный язык. Вот. Отдельная проблема с Java и C-Sharp в роли универсальных языков. Потому что если вы сравните, допустим, Fortran, C и C++ и модулы 2, да, оберон, там вот это семейство, вы увидите, что все можно так же, но аккуратнее, там и надежнее, там типизация позатянутая, пожестче. А если вы начнете сравнивать вот это семейство там с точки зрения числодробления какого-нибудь и кластеров с Java, вы увидите, что вам вот эта прослойка вся GVM или EL мешает, недоработанная модель типов у вас в Java все-таки делалась изначально, если вспомните, как язык для простых скриптов а-ля бытовая техника. И они типизацию так в нем и не поправили в сторону универсальных языков. Там все у вас живет в куче. У вас там любая массив или структура в куче. Кто пишет на Java, тот знает, естественно. И у вас указательная семантика на объект. Вот нельзя работать без того, чтобы мусор не порождать и не грузить в сборщик мусора. И поэтому там Java как бы оказывается слабее, чем это универсальное семейство. А когда вот туда пришел синтаксический сахар из мира функционального программирования и скриптов, это, конечно, повысило комфорт части прикладной разработки, но утащило в сторону от вот этого классического понимания универсального языка. То есть он еще дальше от машины, недетерминированный. Вы пишете некую конструкцию, вы не можете гарантировать, во что она развернется. Там в жесткое реальное время уже такой вопрос вызывает, хотя пытаются наяве его делать. Ну и поэтому так, на мой взгляд, ГОТО и появился. И вот я уже говорил, что вычислительные научные задачи это всегда библиотека на чем-то таком универсальном, а сверху клей уже будет. У вас там питон тот же или там маткат. А Берон, как язык и среда, заменяет, в принципе, этот клей. То есть он у вас сам себе скрипт, в отличие от питона и луа, у вас есть среда с интерпретатором, где вы можете как бы работать, не выходя в эту биязыковую модель, либо на плюсах и там язык скрипт. Да, подводит то, что устарели компиляторы, к сожалению. То есть язык может транслироваться очень быстро. Быстрейшие были компиляторы там в начале 2000-х, которые обходили просто сишные. Потому что те же конструкции также на машину прозрачно там отображаются. Но сейчас из-за того, что новые наборы инструкций пока не поддерживаются, ресурсов инвестировать в компилятор пока нет, да, нельзя сказать, что числодробилку можно так же быстро там такую же быструю написать. Асимпатические, да, но по качеству машинного кода, конечно, нет. Вот, это тоже, назад, куда назад, вот так. Ладно. И, соответственно, что вот добавилось-то дальше у нас в ситуации, в какой мы сейчас находимся, вот в 2000-х. Кстати, вот такой игрок Борланд-Делфи был же очень интересный, но по дурости Борланда он ушел с рынка. Он, конечно, еще один представитель универсальных систем, на которых очень много написано, кстати, у белорусов особенно огромных, там, инженерных систем и так далее. Они до сих пор там, это пример, что крупная система там научно-инженерная, она живет 20-30 лет дольше, чем компания, которая инструмент может быть делает. Поэтому тут начинается плюс Аберона, что вы можете поддерживать его все-таки сами, уже там вы не зависите от компании, которая его поддерживает. Потому что Борланд-Делфи вы не сможете поддерживать сами. Хорошо, что там они более-менее поддерживают, а у людей миллионы строк кода написанные, сложного там научного и так далее. Вот, и в 2000-х вот эти возникли уже крупные веб-сервисы, и понятие крупной задачи изменилось, вот как я и говорил, теперь это интеграция сервисов и потоков данных, и как бы вот функциональные динамические языки, поэтому там и вышли вперед. А по линии Си появились микроконтроллеры, пошло повторение истории с персональными компьютерами. Откуда вообще вот эта волна Си, когда уже победили как бы надежные языки, там восьмидесятых, потому что на персоналках опять мало памяти, опять возврат был в прошлое, опять надо чуть ли там писать не на ассемблеры, и поэтому там вот как бы это и побеждало. Ну, микроконтроллер нас в эту ситуацию возвращают опять там, да, хотя они быстро набрали по мощности, и туда пытаются тащить опять же там уже и Яву, и Sharp, и Python даже, если вы посмотрите. Ну, и вот есть тут вишенкой на торте системных языков этот вот эксперимент с РАСТ, но, сами знаете, к нему относятся очень по-разному там, тишники говорят, зачем он мне нужен, ну, а много кто говорит, что слишком сложная система типов, и как бы попытка покрыть все возможные случаи статической типизации не дают такого, как бы, уже профита по сравнению со сложностью. Вот, что-то еще хотел сказать. Ну, и вот здесь я отметил дарты, вот его экономика, она, мне кажется, показывает, что на том же фронте тоже языки динамические скриптовые будут вышиблены. Ну, а теперь, собственно, ближе к оберону, я частично его отпозиционировал уже. Вот этот проект оберон, это комплект, операционная система, компилятор и прикладной софт от ВИРТ 89-го и 13-го года. Это такой концепт, да, который может быть расширен. В чем он важен? В том, что вы берете книжку, в которой там 600 страниц, и в ней с исходными текстами описан операционная система, компилятор, графическая оконная система, текстовые редакторы с составными документами, с объектами вставляемыми, ну, то есть, именно не плоский текстовый редактор, а в понимании там а-ля офис, графический редактор, и все это в 600 страниц с исходными текстами вмещается. Это очень интересный концепт, на котором можно учить, потому что, вот в моем понимании, модель эффективного образования, это когда вы берете, если бакалавриат у вас 4 года, вы первые 2 года вообще отсекаете, не лезете в задачи, там, конкретно бизнесовые, а вы просто протаскиваете студента, чтобы он руками написал, там, компилятор, там, небольшой, там, загрузчик операционной системы, все эти вещи, чтобы он понимал, как все внутри устроено. А потом на другие 2 года вы притаскиваете бизнес, там, как вот у нас IT-кластеры, да, там, вузы, и уже втаскиваете человека в промышленную разработку. Потому что этот человек не пропишет руками вот все, чем он пользуется, то у него будет некое, там, большое белое пятно в сознании. И концепт, вот, есть, допустим, Таненбаум, его операционная система Minix на Си, она там только операционная система, без графики и всего, а здесь она уложена в... Можно посмотреть, то есть человек может посмотреть, как это все. А в 13-м году в эту же книжку такого же объема вложено описание процессора, ну, на верилоге, или в HD, не помню там на чем, процессора, который вот на ПЛИС вы можете поставить, и у вас будет именно процессор, то есть ВИРТ, на который вы накатите операционную систему, посмотрев ее исходники и так далее. Такая очень интересная концептуальная игрушечка. Вот, и, собственно, ближе к языковым средствам. Если я пройду в два этапа, классический оберрон и то, что добавляется в прикладном уже компонентном Паскале. Первая позиция. Отшлифованный Паскалевский синтаксис, то есть чем бесит Паскаль 70-го года, и Борланд его там годами тащила, лишние эти begin и end, они всех бесили всегда, понятно, потому что они удлиняли. Код, как бы, сокращенный синтаксис любого современного языка требует, вот который Паскал и подобный, там, Джулия математический и так далее, он требует просто обязательного end и никаких лишних begin-ов нет. И по символам, учитывая отсутствие обязательных скобок, там, которые в C-образном синтаксе, у нас после while, там скобка к условию, получается по символам то же самое. А там с автокомплитом у нас в среде, вы нажмете букву WF5, у вас там он сам выскочит, это как бы, если этот автокомплит есть. Модульность, это самое главное, то есть концепция модуля. И из мелочей то, что квалификация имен всегда полная, то есть вы не можете обратиться, просто вызвать процедуру из модуля, не указав откуда. И когда вы читаете код, вы всегда видите, без даже среды, вы видите, на что он связан. То есть у вас в голове, это очень сильно влияет на восприятие кода, потому что у вас в голове эта сетка сразу, что на что ссылается, как бы, откуда, какая сущность. Вы можете просто коротить, используя модули через псевдонимы, вы их подключаете, указываете какой-то псевдоним даже однобуквенный. Ну ладно, я буду тут кататься вперед-назад. И самое главное, что модуль в оберонах и единицы компиляции, и загрузки-выгрузки. То есть он откомпилировался в свой формат бинарный, а-ля ДЛОЛ, но свой. И он хранит и машинный код, и метаинформацию, там, о типах данных и прочее, чтобы у вас вот современный рантайм мог работать, сборка мусора, рефлексия, когда вы там по именам можете обойти, там, поля и так далее. И модуль это вот все, он проходит все этапы от компиляции до загрузки-выгрузки. И очень важно, что вот в языке все было заточено под это динамическое связывание. То есть ГО, его надо, я не буду говорить однозначно, но по-моему, я практически уверен, что в ГО нельзя откомпилировать раздельно модули для некоторых средств. Вам все равно компиляция проекта требуется целиком. Вы не можете в машинный код раздельно скомпилировать и кусками грузить, потому что там, ну, как минимум, проблема дженериков, если вот языки с дженериками, возникает вопрос, как эти дженерики, у вас же дженерик, вам нужен исходник, как бы в тот момент, вы порождаете. Ты меня поправишь сразу? Там нет. Я пример привожу средств, они планируют, я думаю, их ввести, они их введут. Я вот привел как пример средств, да, дженерики уже препятствуют динамической модульности. И в частности, почему там нет убраны средства, которые для языков, там, ровесников и Берона, там классика, разного рода инумы, перечисления и так далее. Потому что, когда вы ввели в модуле А какое-то новое значение в инум, не очень понятно, как проверять совместимость всех других бинарных модулей без перекомпиляции. И поэтому все, что мешает раздельной компиляции распространения вот этих бинарных компонентов, оно было убрано, подчищено. Это, в частности, привело к некоторой компактности языка. Потому что то, что может быть раздельно транслировано, то оказывается и простым как раз. Но как бы концепция была тогда вот на волне всех этих ком, там, корбы и так далее. Концепция бинарных компонентов в 90-х. Считалось, что будет рынок бинарно распространяемых компонентов. Я купил его там, воткнул, синтегрировал и безысходного кода с ним работаю. Но мы видим, что эта концепция как-то она не полетела. Все-таки сегодня, и если оберон тогда очень сильно обероновские эти идеологии была заточена на бинарные компоненты, сейчас, в общем-то, подход до серого ящика, что ты, конечно, соблюдаешь границы модульности, но ты считаешь, что, в общем-то, в оптимальном режиме функционирования сообщества у вас исходники всегда доступны, естественно. А тогда был некий экстремизм бинарных модулей. И, собственно говоря, что там было для ООП? Очень простая вещь, расширяемые записи. Старые добрые записи а-ля Паскаль, но они расширяются друг от друга, образуя иерархии наследования. И дальше очень важная вещь, она простая технически, очень примитивная, но она дает точку расширения, что а-ля там средства, даже а-ля дженерики мы там используем и так далее. У вас, вы можете передавать этот рекорд со стека по ссылке через вар-передачу. Сейчас это второй слайд, здесь не все влезло. Вот я вызываю, когда я вызываю некую обобщенную процедуру, передаю там конкретное сообщение, например, графическую систему. Эта запись размещена на стеке, я не сорю в кучу, как там, если у вас в яве стракт, вам надо его создать. Я его разместил, передал в handlemsg, я не имею никакого оверхеда относительно простого вызова процедуры с параметрами. То есть я со стека там нечто передал по ссылке. Но у меня получается расширяемость архитектуры, я могу дальше, у меня это может вот мой обработчик базовый разбирает тип этого месседжа, но если он не знает, он передает кому-то его дальше там по ссылке. Это и есть на самом деле ООП в его ядерном смысле, когда вы можете работать с незнакомой вам сущностью. Вы ее не знаете, но вы ее делегируете куда-то дальше, соответственно. И основная фишка в том, что это вот мелочь, которая не вводится в других языках этого паттерна, а он позволяет делать интересные, очень расширяемые архитектуры с передачей сообщений по цене вызова процедуры. То есть если вы захотите это повторить на яве, вы будете мусорить при каждой передаче в кучу, например. В шарпе с тракт и на стеке я не уверен, что они расширяемые, например, может и расширяемые, но в языках там и в том же в шарпе и в C++ проверка явная типа считается дурным тоном на самом деле. То есть говорится, это дорогая операция, не используйте ее, не проверяйте тип, не пробуйте делать динамик каст в C++, потому что он дорогой. А здесь было под эту архитектуру это средство заточено и проверка типа осуществляется за три сравнения всего очень быстро, потому что специальные там таблицы есть. Очень простая вещь, каждый тип знает свой уровень наследования и всех своих предков в линейной таблице. И там такое, ну это нарисовать, можно на схеме показать, как это. И получается, что тот паттерн, который неэффективен в других языках, здесь эффективен, и он вот, как там есть, языки основанные, в которых одна концепция стреляет по всякому. Вот в Лиспе это списки, например, в Смолтоке там передача сообщений и так далее. А здесь это один из паттернов таких оберона, который стреляет по-разному, позволяет делать расширяемые вещи, всякий синтаксический сахар даже, который там отдельно можно показывать. Вот. Ну и здесь отличие, кстати, сразу. В базовом обероне нет всяких ключевых слов ООП регламентирующих, а в компонентном Паскале добавлены модификаторы. Я могу указывать абстрактный или тип, там расширяемый и так далее. Вот. И в классическом обероне ООП делается по модели Ява Скрипта. У меня есть объект, но уже динамический, на куче инстанцируемый. И я у него делаю процедурную переменную, в которую я втыкаю в нужный момент ссылку на другую процедуру. Как я в Ява Скрипте там, да, по имени втыкаю там функцию, привязываю, добавляю. И здесь, соответственно, вот так. И там дальше, как бы Вирт, поскольку делал это ООП под копирование, не копирование, воспроизведение смолтока динамического языка, он как бы вот радостно ввел вот эту динамическую возможность любые сообщения слать любому объекту. Простым, очень дешевым образом и эффективно компилируемым. Вот. И из базовых обероновских вещей это для числа дробилок важно на самом деле, опять же, если будете писать любую библиотеку, которая на плюсах или на чем-то, всякого рода все, что связано с массивами, когда вам надо там многомерный массив для каких-то расчетов там куп многомерный дать, вы объявляете процедуру, которая готова принять любой такой массив безопасно с контролем границ. А в точке вызова он у вас конкретный, вы его передали, там скрыто по стеку пошли его границы, и вы можете узнать и реальную размерность этого массива, и вам, естественно, это безопасный язык, вам нельзя выйти за границу и его порушить память. Вот. Если у Хесман многомерные массивы в куче, там породили, тоже динамически передали. И даже такая вещь, которая часто в этих вычислительных задачах полезна, если я вот убираю передачу по ссылке, то у меня будет копирование массива любой размерности, на стеке он будет скопирован, я буду работать с его копией. То есть, на самом деле, то, что другие языки более высокоуровневые скрывают, такой механизм, как стек и стековая передача. Языки вот универсального класса, того, и Аберон, как их представители, они позволяют эффективно вам работать со стеком и его использовать под разные типы данных и безопасно. Это очень дешево и быстро, на самом деле. Потому что там, где куча, там начинается у вас уже весь этот оверхед, потому что какой ценой достигается хорошая производительность той же Явы, уж не говоря про Яваскрипт и так далее. Там очень умные оптимизаторы, которые пытаются что-то привязать к стеку там, где это можно. Ну, безумно сложные оптимизации, где гарантии, что этот оптимизатор надежен и так далее. Да. А я скругляюсь, да, потому что, собственно говоря, это уже мы показывали. Вот. А, я назад листаю, наоборот, путаю его. Вот. То есть, это такой надежный язык системного уровня. Если говорить, что было в компонентном Pascal для прикладных вещей расширен, он синхронизирован по базовым элементарным типам с Явой по их размерностям, потому что реализация Smartech GBET партнеров Oberon Microsystems, их дочка там и Smartech, вы можете погуглить и Smartech GBET очень известная Ява-машина для как бы телефонов была и там и остается для каких-то применений. Это биязыковый проект там внутри компонентной Pascal и Ява вместе, соответственно. Добавлены методы в классическом типе, не то вот ООП, как я говорил, вы эмулируете, когда там в руками. Добавлены разные спецификаторы для паттернов ООП, для их использования, для защиты там наследования и композиции. и что здесь интересное, пожалуйста, вот эта реализация, которую мы все время используем, ее ядро рантайм меньше 3000 строк, а там сидит и мета-информация, и рефлексия, динамическая загрузка и выгрузка модулей, сборка мусора и поддержка исключений. Ну, трои языкового нет, но вы библиотечно можете обрамить, там, когда у вас рабочий цикл сервера есть, там вы, естественно, обрабатываете исключения. И все это меньше 3000 строк, народ крутит это как хочет, там добавляет этот рантайм, там что-то, многозадачность. Ну, и компилятор всего 11 тысяч строк, тоже, в принципе, простая вещь. Его модифицировать в плане фронтенда легко, конечно, генерация кода, там требуется побольше компетенции, чтобы туда лезть. Вот. И, что касательно параллелизма, собственно говоря, в отличие от активного обирона, который на конкуренции, на многоядерность ориентирован, вот, для этой ветки используется, которые своими средствами библиотечными делаются. Есть там моя реализация, есть сопрограммы Дагаева, это вот специалист, который на атомных станциях это дело использует, то есть сопрограммы, которые управляются библиотечно. И, как бы уже приближаясь к концу, то есть относительное позиционирование обирон языков, если их сравнивать с динамическими функциональными языками, ну, собственно говоря, их надо сравнивать обироны, как в целом все семейство универсальных там классических языков и с плюсами и минусами. Я вот выше это позиционирование показал. А так можно проходиться по каждому сравнению обирон и сиси плюс плюс, да, здесь можно сказать, что он так же близок к машине, так же детерминирована каждая конструкция. При, как бы, кодогенерации современными инструкциями это, ну, как бы полностью настолько же эффективно. Обирон и ява.нет я затрагивал, ява и.нет дальше от машины, там есть проколы по типизации, которые утаскивают дальше от машины для системных вещей. Обирон и Го, они, в принципе, понятно, в каких отношениях Го делался, как мейнстрим-вариант. На основе Обирона там есть лекции Росберт и Гризмера и Эволюшена в Го. Создатель Обирона говорил, вот я там учился в Цюрихе, писал на Обироне, это было экстремально эффектив, и потом я писал, когда все на C++, C++, вот вся эта боль меня побудила создать язык, который позволил бы мне вернуться к той же продуктивности, которую я имел на Обироне. Ну и здесь, если кратко затронуть, как мы позиционируемся относительно Го, Го никогда не ставил своей целью затачиваться под вот эти вещи компонентные, динамическая загрузка модулей и системные задачи, хотя ему никто не мешает им в эту сферу пойти, он, конечно, туда и пойдет, и идет, там есть эксперименты, но все-таки Го очень четко на сервер не вещи заточен. А мы в этом плане ну отчасти там догоняем Го, потому что мы тоже сервер как бы в веб-приложении пишем на Обироне. Обироны Rust я затрагивал, к Rust присматриваются спорно, там есть, с одной стороны, круто, там все затипизировано по максимуму, все обмазано типами, как Даниил говорил. С другой стороны, я вот говорю, есть принцип Парета, введите 20% средств и вы 80% случаев накроете, а попробуйте закрыть все, у вас вырастет сложность этой системы типов и рантаймов в 5 раз там и в 10. И зачем, да? То есть уже редкие случаи ловить все равно эффективно не отловишь. Ну, Абирон и Ада тоже понятно. Ада очень большой и дорогой язык, его реализации там, простите, для Боингов и прочих очень дорого стоит. Еще конкуренция такая есть Абирон и математические пакеты, То есть Маткад и прочее. Разрабатывать ли там научные задачи в Маткаде или на Абироне? Вот тоже люди выбирают на том или на том. Ну и как бы я отмечал, что вот Абирон в принципе он дает по свойствам то, что пытаются достичь вот этой связкой двух уровней плюсов Апитона и плюсов там ИЛО, а вот этого вот скриптования. Ссылки я тут, они есть, я там одну ссылочку хотел добавить, я Павлу потом добавлю ее. А, кстати, он при выводе в PDF потерял у меня ссылки. Еще я вам перегенерирую презентацию. И, собственно говоря, я перед тем, как перейти к вопросам, еще два слова вне презентации. Не страшно, что не получилось, я все равно бы не успел уже что-то попоказывать, как видим, но среда та же самая, Blackbox, она несколько необычная. Она похожа, ну, допустим, на Emax, кто знает, который на Лиспе основан, или Smalltalk, если кто-то знает. Вот эти вот языки, которые нам очень плотно связаны со средами. Там, допустим, вы работаете в среде, фактически в нее же загружаете модуль. Вы вот этот модуль напишите, он у вас загрузится в вашу же среду, бинарно откомпилируется и загрузится там, или вы, допустим, можете влезть в рабочую систему, быстро и там отгрузить модуль, переподгрузить. И вот такая простая очень вещь, ну, вот, пожалуйста, вы можете команды вызывать прямо графически. Да, у вас может быть документ форматирован, в котором лежат команды с разными параметрами, которые вы щелкаете. То есть, это гибрид командной строки и графического интерфейса. И сам тот же вот Blackbox, в нем есть система гипертекста, форматированных документов. И так я могу просто это отдельно показать. Там можно такие вот именно графический фреймворк, который позволяет там совмещать все со всем. Вы можете там какие-нибудь графические объекты вглубь иерархии засунуть таким способом, каким вы это нигде там еще не сделаете. Поэтому для инженерного и научного софта это работает. Ну, а всякие тулы для программирования тоже там делаются быстро. Там гипертекстовые навигаторы по проекту и так далее. То есть, по сути... И еще можно сравнить, вот уже совсем закругляясь, Blackbox, допустим, вот для понимания Blackbox, это, ну, вот, как вот 1С, это язык и среда, в которой лепятся конкретные прикладные решения. Здесь, конечно, язык совсем другой, да, но вот идея та же вот эта среда, в которой вот исполняется язык, весь этот вот рантайм такой, который можно лепить из него то, что угодно, как бы, и вот в этом смысле он для каких-то задач а-ля там автоматизация промышленная, он играет, ну, ту же роль, что там 1С для бухгалтерских задач. Вот, есть свои преимущества. По реализации, соответственно, реализации не графические и серверные есть и для Windows, и для Linux, и для FreeBSD нативно полностью, соответственно. Графические реализации, которая под NYX, и там основанная на GTK, она в некой ибете, и в ней, ну, мы не хотим на нее пока переезжать, например, потому что там окна раскиданы а-ля вот GIMP, да, это вот тяжело, мы к МДА и привыкли очень, и вот хочется в одном этом иметь фреймворки, надо, наверное, табулированный интерфейс, когда та команда, которая поддерживает этот Unix-вый интерфейс ведет. Поэтому, как бы, мы работаем под, вот наша команда под Vine в самой среде, но когда вы модуль откомпилировали в машинный код, вы можете его без перекомпиляции, процессор-то один, уже в Linux-овую версию, там, на сервер загружать. У него свой формат, да, как я говорил, он пойдет и в Linux-овую версию. Ну, вот как-то вот так, наверное, я остановлюсь, потому что надо для вопроса поставить. Спасибо. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ